Любовь. Я восхищаюсь тобой, Эстель. В эфире телеканал World Fashion, и наш конкурс на лучшую юную модель ТОП Мини Моделс подходит к своему завершению. Сегодня для участниц последний, пятый тур. Как и многие девочки, они очень любят фотографироваться. Это и будет их заданием на сегодня. Участницы готовятся к выходу на сцену Mercury Space в ярких нарядах, предоставленных детским магазином Five Kids. Каждый свой образ они будут продумывать, чтобы фоторабота получилась отличной. Это позволит им получить дополнительные баллы. К началу этого тура больше всего баллов смогли набрать Аня Павага, София Разуваева и Эвелина Чернакова. Всего лишь на один балл отстают одних Сусанна Молчанова, Зоя Кукушкина и Милана Мостовая. Давайте посмотрим на результаты всех участниц после четырех дней соревнований. Сегодня после проведения пятого тура мы увидим финал этого шоу. Кто получит больше всего баллов? Кто станет лучшей? Кто больше всего понравился членам жюри? Узнаем в конце программы. Оценивать конкурсанток и вручать призы будет самое красивое и профессиональное жюри, а вести шоу полюбившиеся вам прекрасные Лиза Анохина и Кристина Пименова. Добро пожаловать на заключительный тур супершоу ТОП Мини Моделс. ТОП Мини Моделс – это конкурс, где маленькие девочки-модели доказывают, что они не просто красивые, они много знают и умеют. Сегодня последний день конкурса, сегодня финал. Жюри должны выбрать лучшую из лучших, а именно она получит главный приз. Это обложка журнала от ECL Kids декабрь 2017, рекламный контракт с брендом Мама в сексе, Денежный сертификат на 200 тысяч рублей и сертификат участника конкурса. Здесь, на концертной площадке Mercury City Tower, девочки уже прошли 4 тура. Сегодня девочкам предстоит работать перед камерой. Никаких фотографов или гримеров не будет. Работу девочек оценит жюри. И я приглашаю всех участниц. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый жюри и уважаемый эксперт, что бы вы хотели увидеть в сегодняшнем конкурсе? Мне бы хотелось, чтобы девочки приняли ко вниманию все пожелания и наставления, которые жюри им говорило за все программы, учли это, раскрыли себя, показали себя и набрали наибольшее количество баллов, потому что финал не загорали. АПЛОДИСМЕНТЫ Заключительный день конкурса выложились по максимуму, потому что завтра уже будет другой день, и закончатся конкурсы, и останутся лишь приятные воспоминания. И сейчас нужно максимально сделать так, чтобы этот день заполнился надолго. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы всегда должны делать так, как вы хотите, и делать то, что вы хотите. И открывайтесь больше и людям, и детям, и всем вообще окружающим. Пытайтесь достать все, что есть у вас внутри, потому что там очень много всего, и мы в вас верим, и желаем вам удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне хотелось бы увидеть, как девочки не боятся экспериментировать, как они показывают себя с лучшей стороны, они борются за победу, и обязательно не забывают про кураж, про озарство, про веселье, про то, что это все-таки праздник, праздник красоты. Все-таки они совсем молодые, совсем юные, подавали нам пример своим задором, и очень хочется, чтобы они делали что-то неожиданно для самих себя, чтобы найти какие-то новые грани своего таланта, своей красоты, своих знаний. В общем, я им всем желаю удачи. Спасибо. И через несколько минут мы начинаем последний тур. Сегодня самый последний день конкурса. Он очень ответственный. Девочкам предстоит фотосессия, а это очень сложно. С самого утра они готовятся, поэтому даже не заглянули ко мне на бэкстейдж. Я желаю всем удачи, и помните, каждая девочка достойна победы. Давайте посмотрим, как с заданием справятся Лиза Баранова и Милана Беляева. Лиза Баранова и Милана Беляева. Лиза Баранова и Милана Беляева. Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт, ваше мнение, пожалуйста. Мне кажется, это очень умилительно. Очень. А у тебя зубки поменялись уже или только новые растут? У меня уже несколько выпало, но не недавно. А где ты их потеряла, у зубки? У зубного. А фея приходила зубная? Приходила? Да, приходила. Что принесла? Один раз машинку на пульте управления, а другой раз собачку. Я вижу на фотографии сладкую, милую девочку. И так умилительно, да, что зубки меняются. Это очень трогательно. Мне нравится. А теперь оцените фотографию Лизы Барановой. Спасибо. Давайте посмотрим фотографии Милана Беляева. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый жюри, уважаемый эксперт, вам понравилось? Да, очень креативно. И корона у тебя на голове уже. И маска лисицы. Да, лисичка это ты? Да. Очень красивый глаз и личико. Не каждая такая красивая девочка, как ты, захочет одеть маску. Но в мире моды это часто бывает. Модельеры, да, Даша, одевают разные аксессуары на голову. И если ты чувствуешь, что это у тебя комфортно, то это очень хорошо. Но лучше не скрываться за масками, а быть естественной самой собой. А теперь оценки. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. А сейчас очередь Софии Эзе и Киры Яненко. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый член жюри, уважаемый эксперт, вам слово. Софья, ты очень красивая, и тебе, мне кажется, нужно еще быть более уверенной, потому что я вижу, что в тебе есть скрытый талант, так что давай. Вперед. Ты нам напоминаешь девочку Бенетон, такую очень простую, демократичную, но при этом очень позитивную и очень классную, такую очень девчонку с соседнего двора, но при этом очень стильную. Ты немножко такая, как в домике. Когда тебе удобно, ты раз такая в домик, спряталась, и все. А так нельзя, нужно быть всегда открытой. Ты просто не даешь себе немного разрешения сама веселиться. Тебе хочется это делать. Я следил за тобой, как ты была на бэкстейже, что ты делала во время съемки. Ты веселей, ты подвижнее, чем вот на этой фотографии. И это можно не скрывать. Здесь ты славная девочка. А тебе иногда нужно включить вот этот вот задор и, я не знаю, посмеяться над собой, над нами, над своим рюкзачком прекрасным. Спасибо. А теперь оценки. А теперь давайте посмотрим на фотографии Киры Яненко. Уважаемый член жюри, уважаемый эксперт, вам понравилось? Я присматривалась, смотрела, смотрела, ждала, но ты как-то, мне кажется, чуть-чуть, как Яна сказала, в домике. У тебя очень красивые черты лица. Ты потрясающе выходишь на фотографиях, я видела. Но тебе нужно научиться быть более профессиональной, работать больше. То есть, да, вот ты держишь мило яблоко, улыбаешься, но где этот взгляд? Не бойся открыться. Да, не бойся открыться. Ты могла обыграть как-то эту шляпку больше с яблоком, более попозировать. Не бойся смеяться, улыбаться, быть открытой для всех. У тебя есть все для этого, все данные. Спасибо. А теперь оценки. Спасибо. На сцене Милана Мостовая и Аня Павага. Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт, как вам эта фотография? Миланочка, ты такая красивая девочка, и ты закрыла все свое лицо шляпой огромной. Тебя вообще не видно. Я вижу этот кадр, и я поняла, когда ты пыталась подпрыгнуть, да, и сделать движение. Да, как раз я помню этот момент. Вот, но ты все-таки его поймала. Делать селфи – это целое искусство. А самое главное для селфи – это свет, освещение. И ты вот шляпой закрыла все освещение. И поэтому не видно все твои красивые черты лица, глазки, носик. Я считаю, что Милана тут не виновата, у тебя потрясающая искренняя улыбка. Ты молодец. В дождливые дни твои фотографии с шляпой, мягкой игрушкой, улыбкой, ты нам опять напомнила о Лете. Я, например, обожаю соломенные шляпы, несмотря на то, что фотография не самая лучшая. Но мы все знаем, какая ты умная, красивая, в жизни и без этой шляпы. Спасибо. А теперь оценки. Спасибо. И смотрим на следующую фотографию. Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт, как вам? Анечка, ты вообще моя фаворитка. Ты так прекрасно работала, ты так красиво позировала, и ты идеально подобрала лук. Я считаю, что у тебя один из самых лучших луков. Вот эта шляпка, вот эта игрушка. Ты настоящий профессионал своего дела. Да, позировала ты как профессиональная модель. Мы смотрели со стороны. Молодец. Я давно очень знаю Анечку и очень-очень много ее снимала. Да, Аня, сколько мы с тобой работаем? Я не знаю, я, наверное, ну, какое-то гигантское, гигантское количество. Как много, что и не помнишь. Да, да, да. Тебе всего семь лет сколько-то. Она, конечно, потрясающе работает. И то, что она маленькая, и она сама сделала это селфи, и это настроение, эти глаза горящие, это говорит о том, что эта девочка, конечно, пойдет очень далеко. А я редко когда ошибаюсь. Девчонки, сейчас вам комплимент. Кроме того, что вы сами себя снимали, подобрали себе образ. У тебя чудесный тигр, у тебя лошадка, вот ты девочка-жокей, ты какая-то девочка с пляжа в этой вот соломке и так далее. Вы еще друг друга хорошо сняли. Смотрите, как вы сработались вместе. Ты поймала ее в прыжке. Это здорово. А ты ее сняла, смотри, ее надпись play превратилась в какое-то такое забавное ау. И вот этот вот взгляд в объектив, он такой открытый, и что у тебя, что у тебя. Ну, свет, может быть, там немножко подвел, неважно. То, чего не отнять, это ясные глазки и точный, аккуратный и очень естественный взгляд. По-моему, вы умнички. Время оценок. Спасибо. Готовятся к выполнению задания Зоя Кукушкина и Маруся Морозова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Зоя, ты абсолютный фаворит. Ты очень классная, очень красивая, очень открытая, с честными глазами, потрясающей улыбкой. И такая прям в тебе видна харизма невероятная. Мне кажется, ты будешь очень успешной, классной, талантливой. И ты огромный молодец. Зоя, ты просто конфетка. Ты знаешь, если бы ты пришла ко мне домой, мои дети, они бы тебя никогда не выпустили из дома. Они тебя просто бы затискали и отдали бы тебе все свои игрушки. И точно ты бы у нас осталась жить. Если бы ты вот смотрела на меня вот сюда вот таким взглядом и просила все, что угодно, я бы тебе отдала все, все. Все, что ты хочешь, я бы тебе разрешила поиграть, отдала. Ты правда очень добрая, светлая, искренняя девочка. У Зои вообще, как я понимаю, не было никакого опыта, в принципе, вообще съемок. И это абсолютное, стопроцентное открытие проекта Top Mini Star Models. Потому что мы ее нашли вообще просто в интернете. Она выложила благодаря своим молодец маме. Посмотрите, какая мама молодец. Пришла с плакатом, с группой поддержки. Вот это я считаю, реально, смотрите, как Зоя смотрит на маму, а мама смотрит на Зою. Гениально. Все члены жюри взялись за микрофон, и эксперт тоже не выдержал. Мне, правда, добавить нечего, кроме вот упоительного восторга. Потому что, Зоя, ты такая обаяшка, что я не могу это описать. А я неплохо умею говорить, но сейчас слов нет. Ты умничка, спасибо тебе, ты чудесная. Спасибо. Спасибо. Я уже уверена, какие будут оценки. И давайте оценим эти фотографии. Спасибо. А теперь фотографии Маруси Морозовой. Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт, вам понравилось? Маруси работает просто фантастически. И я хочу сказать, что у тебя сейчас был шанс зайти в лидеры. К сожалению, это не получилось. И знаешь почему? Потому что ты какая-то девочка из Австрии. Такая вообще девочка из другого века. Понимаешь, о чем я говорю? И надо это использовать. Вот эти волосы красивые. Зачем эта кепка? Зачем? Нет. Эта кепка не должна была оказаться на стенде. Просто. Потому что есть возраст, когда это нравится детям. Если бы там была кепка с единорогом, с барби или там с куклами Уинкс, она бы тоже была фавориткой. Просто вот это возраст и цвет, и цветочки. Вот это просто не ее. Это никого-никого. У тебя прям такая осанка, такая внешность. Ты такая худенькая. Мне кажется, у тебя огромные шансы стать действительно моделью. И я желаю тебе успеха в этом. Из всех девочек ты прям вот, по тебе видно, что скорее всего ты добьешься успеха в модельном бизнесе. Ты вот так стоишь, смотришь на нас, вот такая аристократка. Только хотел сказать. Таких голубых кровей. И как ты вот смотришь, как ты, у тебя длинная шея, осанка вот эта, ты вся утонченная. Видно, вот воспитанная девочка. Я тебе желаю удачи, успехов. Утонченность аристократическая, и она слушает внимательно, смотрит на нас. Кстати, немного свысока. Имеешь право. Потому что на сцене ты, в лучах славы сейчас ты, аниме. Все правильно делаешь. А кипченка это, ну что пристали к кипченке? Ну, в конце концов, ребенок решил что-то там применить. Но не получилось в этот раз, получится в другой с чем-нибудь еще. Ерунда. Все это не важно. Главное, что сама ты действуешь правильно. Вот держишься идеально. Идеально. В любой ситуации идеально держишься. Прекрасно. А для меня Маруся эльф. Красивый эльф. Да, да, да. Ты прямо эльф. Первое сравнение, которое Маруси понравилось, что она эльф. И плевать на кепку. Да, конечно. Абсолютно. Спасибо. Теперь оценки для Маруси. Спасибо. Сейчас посмотрим на очаровательных Варвару Барри и Софию Туренко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт. Как вам эта фотография? Очень классный стайлинг. Мне понравилось. Молодец. Я очень уверенно держалась. Умница. А две зеленые лисы моего бренда BAM OF SEX, они как будто вылезают посмотреть, что у нас происходит на проекте. Посмотрите на сарафан, посмотрите на фото. Они так прямо и смотрят на нас. Молодец. Ясный взгляд. Вот что мне нравится во всех фотографиях. Не только потому, что они детские, а потому, что они искренние. И я точно знал, что у Варвары получится прекрасная фотография, прекрасный момент, где вот она такая, какая она есть. Искрящиеся глазки, хорошие вот такие вот улыбчивые щечки, губки. Вот он прям ангелочек. Спасибо. Теперь оценки. Спасибо. И теперь фотографии Софии Туренко. Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт. Вам слово. Это ненавистная красная кепка нашла еще одного своего героя. Конечно, вам сегодня было трудно. Я понимаю, почему сегодня возникали эти кепки, эти мишки. Хотя мишка, кстати, была хорошая. Вот кепка, конечно. А почему вообще ты ее взяла? Вот объясни мне. Потому что у одного фотографа черный костюм и красная прическа. Я посмотрела на его прическу, мне очень понравилось. Николай, вас начали копировать. Да, это успех. Мы бы дали тебе шанс все поменять. Прокрутить пленку назад и сказать, Софья, вот как ты сделаешь? Ты поменяешь эту кепку или оставишь красную? Я думаю оставить. Спасибо. Это хорошее качество. Слушай всегда себя. И если честно, я заметила, что ты очень поддерживаешь своих новых друзей на этом проекте. Я прям вижу, как горят твои глаза за... Она очень добрая девочка. Да, и это очень важно, что ты сопереживаешь вместе с ними. У тебя такие большие добрые глаза и улыбка. И, в общем, ты тронула нас. Спасибо тебе. И теперь оценки для Софии. Спасибо. Каждый выход на сцену для наших конкурсанток – это новый образ. Над созданием неповторимого имиджа участниц трудились профессиональные стилисты Эстель. Эстель. У красоты есть имя. Любовь. Я восхищаюсь тобой, Эстель. Любовь. Я восхищаюсь тобой, Эстель. Как справиться с заданием Даша Костыгова и Кристина Маурер, мы узнаем прямо сейчас. Продолжение следует... Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт, как вам эта фотография? Мне очень понравился образ, который ты подобрала. Прям идеально подходит к твоему платью и пиджаку такая олимпийская чемпионка по большому теннису. Прям молодец. Все отлично у тебя со вкусом. После того, как увидела фотографию, это тот случай, когда фотография изменила отношения. Мне нравится, и я поставлю 10, потому что мне нравится твое настроение, и мне нравится твой месседж всем, что я прям точно могла подумать, что это действительно девочка, которая увлечена теннисом, и очень хорошо у нее все со вкусом. Ты очень фотогенично. На фото это очень видно. Со стороны как-то это было, кажется, ты то ли неловко себя чувствовала, но по фото мы видим отличный результат. Теперь оценки. Спасибо. И фото Кристины Маурер. Уважаемый член жюри, уважаемый эксперт, ваше мнение? У Кристины платье, ну, такое более женственное. Дарья, у вас есть возможность не на словах, а на деле оценить шляпку, а то все так прекрасно, а вы ставите все время 8 баллов. Оцените шляпку, пожалуйста, на 10, сделайте такой комплимент Кристине. Знаете, я просто выбрала своих фаворитов. А, все, я поняла. Хорошо, хорошо. Девочкам, да, я не изменяю им. Время оценок. Спасибо. А вот и очередь Стефании Соловьевой и Яны Козловой. Стефания Соловьевой и Яна Козловой. Ты была восхитительна, честно. Я любовалась с тобой. Всю твою работу, твой профессионализм, твой креатив. Правда, ты большая молодец. Спасибо. Мало того, что ты просто красавица, у тебя обаятельная улыбка, глаза блестят. Вот энергия от тебя прям исходит, излучается. И ты безусловный фаворит мой тоже. Просто вот одно наслаждение с тобой было наблюдать, как ты работала, как ты придумывала. Каждый новый кадр ты делала новое лицо, меняла в какое-то там другое место, переносила этот тяжеленный ананас. При этом вот всегда счастливая. Несмотря на очки, я вижу, как у тебя горят глаза. Вот. Ты молодец, красавица. Продолжай в том же духе. Спасибо. Да. Все эти селфи, фотографии в Инстаграме, они же исчисляются по количествам лайков. Вот я уверена, что вот эта фотография и вторая фотография, и селфи, когда тебя фотографировали девочки, оно бы набрало рекордное количество лайков. Потому что это кул. Это классно. Молодец. Спасибо. И теперь оценки. Спасибо. На сцене Ксения Шарипова и София Розулаева. Ксения Шарипова и София Розулаева. Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт, как вам эта фотография? Ну, мне нравится. Здесь она такая хулиганка. И, кстати, это фото бы точно набрало очень много лайков, потому что сложно себе представить Ксюшу, которая такая а-ля Тургеневская девочка, вот в таком образе. Ну, мне очень понравилось. Я поставлю 10. Да, мне тоже очень образ понравился. Тебе безумно идут очки. Красный цвет к лицу тебе. Я тоже поставлю высокую оценку. Спасибо большое. И оценки для Ксении. Спасибо. И фотография Софии. Вот это взгляд. Вот это губы. Вот это выражение лица, как профессиональная модель, я тебе хочу сказать. Можно я расскажу секрет губ? Расскажи мне, как это сделать. Они у нее подгорели под софитами. Она уже их второй день лечит. Я считаю, что это лучшее селфи, которое я видела из всех, которые были за этот конкурс. И, собственно, следующая фотография. Прям ты очень классно работаешь в этом плане. А знаете, чем мне понравилась эта фотография? Здесь не девочка, модель, которая делает вид, что она теннисистка. Здесь просто теннисистка. Настоящая. Нет, здесь профессиональная модель. Понятно, это мы знаем. Но вообще видно, что девчонка просто играет в теннис. Ее поймали вот так на секунду и сняли на камеру. Вот и все. В этом-то и есть профессиональная модель. Отыграла хорошо. Очень хорошо отыграла. Спасибо. Время оценок. Спасибо. Готовятся к выполнению задания Флоренция Джеммо и Ирина Веселкина. Ирина Веселкина. Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт, как вам эти фотографии? Можно спрошу, а что это за образ? Ты кто на этой фотографии? Ну, я выбрала каску, потому что я всегда мечтала полетать на самолете, ну, управлять им. А Мишку я выбрала, потому что я просто люблю плюшевых зверей. Мне нравится, что ты единственная выбрала эту каску, и это уже классно, потому что все очень часто повторялись и хватали что-то такое, что приукрашало бы их в плане там яркости или образа. Для меня это больше для мопеда почему-то каска, потому что я катаюсь на мопеде, вот, и поэтому это классно. Это очень европейский лук, вот все итальянские и французские улицы полны девчонок, скутер-геллс таких. Вот это вот как раз и шлем, и очки, и, кстати, и медвежонок тоже вполне подходит. Скутер-гелл. Хороший образ, молодец, смело. Спасибо. Мне тоже очень понравился образ, он и хулиганский, и в то же время очень милый. Он девичий, но у тебя тут потрясающие глаза. Я хотела поставить девятку, но за этот взгляд я, конечно же, дам только десять. Молодец. Спасибо. И теперь оценки. Спасибо. И теперь фотография Иры Веселкиной. Я поражена твоей красотой. Вот я уберу сейчас это селфи, я про него не говорю, я просто поражена красотой. Немыслимой эти глаза, они голубые у тебя. Насколько ты раскованная, опять же, в хорошем смысле. Улыбчивая, подвижная, такая энергия из тебя прет. Очень здорово. Спасибо большое. Что касается этого образа, я честно, вот, ну, как бы, мое видение, я вообще не люблю очки, которые выглядят как с линзами. Ну, то есть, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть очки, как для зрения, я просто их, ну, как бы, в принципе не принимаю, сама не ношу. Нет, одно дело, если ты действительно плохо видишь, а другое дело для стайлинга их надевать. Ну, ты знаешь, я думаю, отчасти это помогло детям, которые носят очки для зрения в детском возрасте, над которыми издеваются, скорее всего. И классно, что сейчас более открыто все носят эту историю. Нет, это да, но я вот, например, не ношу. Я тоже не ношу, но когда дети это делают, это как-то, мне кажется, в поддержку немного. Ира, ты очень красивая девочка, посмотрела твои фотографии профессионально. Это что-то невероятное. Каждая фотография — это шедевр. Эти глазища голубые, эти скулы, носик. И ты, правда, достойна, чтобы быть на обложках мировых глянцевых журналов. Знаешь, мне нравится, что ты экспериментируешь. Потому что ты могла сделать стопроцентно просто свою фотографию вот так селфи, она однозначно была бы супер. А ты попробовала поэкспериментировать. Я просто люблю людей, которые экспериментируют. Хотя я бы на твоем месте этого не делала. Потому что это было бы железобетонные все десятки. Но ты попробовала. Вот сейчас посмотрим, что поставит жюри. Мне просто интересно. Спасибо. Время оценок. Рядом со мной сейчас девочки с самыми красивыми волосами. Спасибо стилистам и стейль за прически. Кстати, девочки, я бы хотела у вас спросить. Как члены жюри оценили ваше выступление? Жюри оценили мое выступление очень справедливо. Сколько баллов тебе поставили? Мне поставили 47 баллов. Довольна ты своим результатом? Да, я очень довольна, так как для меня это очень много. А тебе сколько баллов поставили? Мне поставили 50 баллов. И я очень рада. Ира, ты у нас просто чемпион. Я встречала только одну девочку, которая получила 50 баллов. Ну, я тоже очень рада. Тебя и Аня по баллу. Я тоже очень рада. Просто Гена Русковская сказала, что ей селфи не очень понравилось. И я подумала, что она мне не поставит десятку. Но потом я очень сильно обрадовалась, когда у меня все 10 были. Ты большая молодчинка, девочки. Вы вообще просто умнички. Если кто-то не выиграл, это вообще ничего не значит. Вы все победительницы. Вы попали на этот проект. Ну ладно, обнимашки. Подошла очередь Даши Тишкун и Алины Горак. Даши Тишкин 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 и Алины Горак. Очень красивое селфи. И ты постоянно во время фотосессии короткой своей постоянно менялась. То ты присела, то ты встала. Абсолютно разная была. Молодец. Селфи мне не очень нравятся, потому что у тебя и так большие красивые губы. Ты почему-то решила их еще немного натянуть. Я тебе не рекомендую это никогда больше делать. И гордиться своей естественной красотой. И не выпячивать губы, потому что они и так у тебя красивые. Даша, ты была одной из самых активных на этом конкурсе. Ты и позировала, и вставала, и постоянно меняла позы. По поводу селфи, да. Я вот не знаю, но ты точно умеешь это делать. Ты точно это делаешь не первый раз. Это видно. Кепка классно смотрится. По поводу губ, ну тут у каждого свой вкус. Мне кажется, Даша может быть очень популярной актрисой в таких молодежных сериалах и разбить миллионы сердец. Вот такие тинейджеры. У меня тут присутствует сын, я думаю, ему это тоже понравится. С точки зрения модели профессиональной, а профессиональной модели так не делают губы, я точно знаю. Скажи, Даша. С точки зрения любой женщины, я просто не очень люблю, когда женщины это делают, в принципе. Поэтому я не рекомендую тебя. Ты, естественно, красивая очень. Испортила этим картинку. Хорошо, спасибо, я учту. А у меня все в порядке. Мне ты ничего не испортила. Меня тоже не раздражает, кстати, глаз. Мне глаз не раздражает. Слушай, ну вот меня губы вообще не смущают, и гранат был в тему. На этой фотографии кул. И мне кажется, даже, может быть, и к месту. Прям кул, губки кул, не с перебором. Точно. Знаешь, ты разбить миллионы сердец. Согласны со мной? Да. Мне кажется, что в ближайшее время тебя обязательно пригласят сниматься в клипах. Ты такая типичная MTV-шная девчонка из веселых клипов, где много тинейджеров, все веселятся. Кепки задаются вперед, гранаты, мячики, жувачка, перемены, веселье. Такое, знаешь, вечное веселье в этом возрасте. Да, мы тут прицелы имеем, так что... Это правильный пульс. С этого начинали такое количество звезд, что если это будет твой старт, это будет хороший старт. Даже Ирина Шейк начинала с клипа у Димы Билана. Так что... Время оценок. Спасибо. И теперь фотографии Алины Гора. Ну, у вас компашка с губами, я смотрю тут. Так что селфи я тоже не одобряю минимально. А вот вторую картинку... Вторая картинка лучше. Ну, вообще, ты очень красивая, с естественной внешностью, классной, и с претенденткой на будущее в модельном бизнесе. Вот. Я всем рекомендую никогда не надавать губы. Ты вот сейчас смотришь на тебя, такая милая, обаятельная, а вот там такая серьезная, с таким сильным взглядом. У тебя получилось преобразиться? Это вот другая правда. Вот я вот сейчас смотрю, сравниваю. У тебя получилось. У меня кажется, какая-то призулька получилась. Такое впечатление, что в последний момент ты передумала делать хорошее селфи, и так, на все махнула рукой. Может, ты был ход, не знаю. Но ты тут действительно другая. В жизни ты, мне кажется, намного интереснее. Да, в жизни реально ты красивая, у тебя такая улыбка классная. А вот здесь ты что-то не старалась. И оценки для Алины. Спасибо. Сусана Молчанова и Эвелина Чернакова готовятся к выполнению задания. Сусана Молчанова. Уважаемые члены жюри, уважаемый эксперт, как вам эта фотография? Вы знаете, мне кажется, все очень гармонично. Такой лук, ну, как это назвать, casual chic такой, спортивный. Потом мы уже обсуждали это, что многие дети и родители боятся детям одевать черный цвет, а на мой взгляд, она достаточно cool, это очень прикольно. Красная кепка – это плохо? Да. Это очень плохо. А черная кепка с ушками – это типа беспроигрышный вариант? Да. Ну, по крайней мере, те девочки, которые ее надевали, они, да? Да, все было хорошо. Мне вообще кажется, что детям всегда нравятся детали. Детали во всем – в карманах, в ушках, в хвостиках. Я думаю, что и красная кепи детей привлекла белыми цветочками, красным цветом. Ну, не знаю, мне понравилось. У всех просто максимализм такой. Вот. Но ты здесь похожа на такую же взрослую тусовщицу, которая с вечеринки пришла только что. Мне очень понравилось. Ты быстро и уверенно выбрала, что ты хотела, что ты хотела показать своим образом. И вы буквально, вы молодцы, у вас реально хороший там дандем получился. Вы очень быстро сообразили, быстро сфотографировались, попозировали. И реально очень получилось cool. И мне нравится твой образ. И я поставлю тебе 10 баллов. А вот я хочу сказать, вот сейчас будет ложка дегтя в бочке с медом. Ну, я лично себя отношу к тем людям, которые все-таки видят в Сусане более нежного персонажа. Мне кажется, что образ немножко агрессивный. Я, кстати, видела твои фотографии профессиональные, только что Яна показала. И это действительно очень-очень круто. И ты, правда, вот что-то между Кейт Мосс, Пивоваровой, где ты мне напоминаешь, вот, очертанием своих лиц. Теперь оценки. Спасибо. И теперь фотографии Велина. Я бы хотела объяснить свой образ. Я занимаюсь спортом и танцами. Поэтому я выбрала кепку и гантели, потому что я все время качаюсь. Мне кажется, у вас прекрасный тандем. И более того, мне кажется, у вас бы получилось прекрасное совместное селфи. И вы бы такие кошечки две, как на Snapchat. Действительно, они вместе хорошо работали. Пока они делали друг друга фотографии, селфи делали. Они как-то спелись. Таким дуэтом работали. Организованно раскрепощенные очень. И еще к тому, даже если бы селфи получилось не очень, то так, как ты его представила, мы бы закрыли глаза на селфи. Еще раз к тому, что мы сделали этот проект, чтобы показать, что девочка-модель, как Кристина говорит там все время, должна быть развитой, умной, талантливой и так далее. Мне нравится, что ты первый из девчонок, кто решился рассказать о том, что ты несешь в своем образе. Это значит, что ты храбрая и уверенная в себе девчонка. Ты молодец. Спасибо. И теперь оценки для Эвелины. Спасибо. Подошел черед Алисы Колесниковой и Ксении Семеновой. Продолжение следует... Вот что значит правильная прическа, правильный образ? У меня есть прически, которые мне не идут. И вот когда мне их делают на съемке, я говорю, это все плохо, зачем вы мне делаете? И все равно стилисты настаивают и делают. В итоге никогда эти кадры никуда не уходят. Потому что есть вещи, которые идут, да? А есть вещи, которые не идут. У тебя роскошные волосы, их не надо прятать. Они, тем более, когда ты девочка, они должны быть... Ну, они украшают тебя, украшают твой образ. Тем более на конкурсе красоты. Да, и тем более подчеркивают твои голубые глаза. Ты знаешь, я вижу твой потенциал в твоих глазах. Почему-то ты стесняешься его. Это видно в твоей сдержанной, немного улыбки. Но вот фотография, которая у нас есть здесь в листе, она очень сдержанная. По тебе видно, что ты немного такая хулиганка. И это очень привлекает в тебе привлекательное качество. Поэтому не стесняйся себя, открывайся. Ты прям... Ну, я вижу, что ты можешь вообще горы свернуть. Конечно, может. Спасибо. Теперь оценки. Спасибо. И фотографии Алисы Колесниковой. Откуда в девятилетней девочке такой взгляд? Да, я согласна. Он сразил меня на повал. Просто я не могу такое сделать. Мне нравятся очки, мне нравятся линзы. За тебя очень идет кул, классно смотрится. У тебя обаятельная улыбка. Ты красавица. Яркие голубые глаза, открытый. Восторг. Спасибо большое. Очень раскрепощенная и уверенная в себе молодец. Спасибо. И оценки для Алисы. Спасибо. На сцене Ангелина Поликарпова и Эмин Пак. Итог. Спасибо. Итог. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главное по жизни быть естественной. А у тебя есть естественная красота, тебе никогда ничем не нужно ее приукрашивать. Я с Дашей полностью согласна. Ты переборщила здесь. Забываем эту всю историю. Ты прекрасна, улыбка у тебя очаровательная. И будь самой собой. Спасибо большое. За ту ножку как отставила посмотреть. Да, ножка эти. Ножки у нас, да, длинноногая. Красота. Спасибо большое. Время оценок. Спасибо. Теперь фотографии Эмин. Классная. Мне нравится твой образ. Мне нравится, как ты в него просто вжилась. Такая очень-то артистичная, открытая. Вот. И на самом деле у меня стояла почему-то девятка, но я тебе точно 10 баллов дам. Спасибо. Мне очень нравится эта фотография. Спасибо большое. Ты живая. Живая. Ты живая, Эмин. Да. И ты умеешь обыграть, мне кажется, вообще любой образ. И ты правильно вставишь. И ты хорошо работала перед камерой. Я вот сделала себе пометку. Молодец. Спасибо. И всей позой вот на том плане показывают, что она вообще может обыграть кого угодно. В том числе и в теннис. Такая правая фотография. Молодец. И они очень разные. Селфи и вот та общая. Здорово. Спасибо. И оценки для Эмин. Спасибо. Любовь. Я восхищаюсь тобой, Эстель. Любовь. Я восхищаюсь тобой, Эстель. Следующая пара. Кира Кривусева и Марта Крылова. Старка. Любовь. Да. mistaken. Тиво. Я восхищаюсь тобой, Эстель. А я пенсиваю. Ирина. 항七ka. Кирик. Я вик. Без тебя. Ирина. Я восхищаюсь. Мне 가져д claial. Мне кажется, что Кира одна из самых ярких девочек Белоруссии. Поэтому я хочу ее поддержать и поставить ей тот балл, который я ее поставлю. Я знаю, как она метает на меня взгляды молнии. Я прохожу, она на меня так смотрит, типа, ну что, позвали меня? Они оценили до сих пор? Мы знаем эту историю. Сейчас поставлю балл. Мне нравится фотография. Очень красивые глаза здесь у тебя. Мне не очень нравится общая фотография, но вот селфи, айна завораживающая. Мне понравилось. Время оценок. Спасибо. И теперь фотография Марты Крыловой. Я наблюдала вот за съемкой и мне показалось, что ты всегда однообразная. Ты не пыталась поменяться. Я прям смотрела и даже себе пометочку сделала. А аксессуары ты прекрасно выбрала. Это самая любимая шляпа Лены, я так понимаю, Даши. Очень красивая. На самом деле, Марта, это для нее первый опыт. Ты просто не раскрылась. Но на самом деле ты очень красивая девочка. Спасибо. У тебя такой вот прям Дашень типаж, да? Да, 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 мне дико нравится твоя внешность. Ты чем-то похожа на меня. И ты действительно красивая. Но тебе нужно что-то нести в себе, доносить до людей, чтобы в тебе была какая-то и загадка, и история. Чтобы ты знала, почему ты берешь эту шляпу. Или почему ты делаешь что-то или иной образ. Сейчас дополняй себя и думай в своей голове, развивай мысли и ставь перед собой цели быть более интересной. Потому что внешность у тебя есть. Да, кстати, твой типаж, вот именно твой типаж, он сейчас очень популярный. Потому что это как раз Кэндал Дженнел, Эмили Раташковский, Даша Малыгина. Одна из тысяч тебя выбрали, ты попала сюда, это уже победа. Спасибо. Я думаю, что каждая девочка вообще в мире бы хотела хоть раз в жизни поучаствовать в этом конкурсе. И этот опыт, который ты получила, и тот телевизионный эфир, который ты получишь, тебя увидят миллионы девчонок во всем мире. И как раз, может быть, даже если они очень стеснительны, увидев тебя, они поймут, что обязательно хоть раз в жизни нужно попробовать. Молодец. Спасибо. И теперь от Соники. Спасибо. И завершают этот тур Ульяна Медведюк и Одина Ертаева. Медведюк и Одина Ертаевна Медведюк и Одина Ертаевна Медведя. Мне нравится вот та фотография подальше. Это какая-то поза, какая-то задумка, да? Да. У тебя, видно, мне кажется, есть уже опыт работы. Ты работала, нет? Нет, это вот мой первый раз, когда первый раз я на проекте. У меня были какие-то работы, но достаточно далеко. Ну, я имею в виду, когда я была маленькая, то есть лет шесть-семь. Ну, ты молодец, ты хорошо справилась. Я была в полной уверенности, что у тебя уже большой багаж работы за плечами. Я поставлю тебе высокую оценку. Спасибо. Коллекция этих толстовок была придумана мной для моих детей. И вот та поза, в которой ты стоишь с ракеткой, она достойна нашего инстаграма, интернет-магазина. Я думаю, что многие девочки, которые будут на тебя смотреть, захотят купить такую же майку, потому что ты мне излучаешь ту правдивую надпись, на которой написано «Happy Kids» «Счастливый ребенок». Спасибо. И теперь оценки. Спасибо. Теперь фотография Дины. Этот образ тебе определенно очень подходит. Я надеюсь, что тебе его потом подарят. Легко. Потому что тебе очень круто он. И у тебя необычная очень внешность. Вот. Ты молодец. Спасибо. Черные штаны, черный смокинг на мальчиках и девочках всегда выглядят беспроигрышно. Но еще мы жюри видим... У нас тут фотография, где тебе примерно 5 лет. Мы видим, какая ты девочка. Мы видим, какой прогресс произошел. Ну, потому что тут, может быть, даже 4 года тебя здесь на фотографии. Удачи тебе. Спасибо. И оценка для Едини. Спасибо. И я приглашаю всех участниц. Давайте посмотрим на результаты пятого теста. Ведущие и участники топ-мини-моделс всегда выглядят безупречно и модно. Благодаря официальному бьюти-партнеру проекта «Эстель». Эстель. У красоты есть имя. Это финальный тур супер-шоу «Топ-мини-моделс». Сюда в студию уже пришла Лиза, потому что мы готовы объявить результаты и начать церемонию. Но пока мы еще не объявили результаты, мы хотим вручить сертификаты и ленты нашим дорогим участницам. Все девочки получают поощрительный приз от магазина «Five Kids». Добрый вечер еще раз. Спасибо большое за аплодисменты. Мне, конечно, очень приятно, что наконец-то мы вышли на финишную прямую, и я готова объявить результаты. Когда мы задумывали этот конкурс вместе со Стеллой Аминовой и вместе с каналом World Fashion Channel, мы понимали о том, что только одного жюри будет недостаточно, потому что могут быть совсем непредсказуемые результаты. И так они и получились. Итак, я сейчас вам зачитаю, кто по мнению профессионального жюри победил в этом конкурсе. Именно по мнению профессионального жюри, поскольку вы знаете, что еще голосовали эксперты. Итак, первое место с результатом 250 баллов у профессионального жюри победила Анна Павака. На втором месте с результатом 249 баллов разделила Эвелина Чернакова, София Разуваева и Зоя Кукушкина. И на третьем месте, еще раз повторю, два результата профессионального жюри поделила Ира Веселкина и Молчанова Сусанна. Результаты по итогам пяти туров конкурса ТОП Мини Моделс перед вами. Но это был бы и не конкурс ТОП Мини Стар Моделс, если бы у нас не было экспертов. Я приглашаю на эту сцену Александра Анатольевича, который зачитает мнение экспертов, которые не голосовали и не ставили оценки в открытую, но они проставили на камеру свое мнение, и мы сейчас узнаем по каждому эксперту. Я приглашаю на эту сцену для объявления мнения и оценок наших профессиональных экспертов Александра Анатольевича. Встречаем. Я рад поприветствовать еще раз наших конкурсантов, прекрасных публику и, конечно, зрителей. Дорогие друзья, у меня в руках конверты, в которых то самое голосование. Как мы и обещали, в самом финале вы узнаете, кто и за кого сколько баллов поставил. Давайте узнаем, сколько баллов по итогам конкурса получили участницы. Итак, благодаря нашим экспертам мы увидели совершенно другие результаты, нежели те, которые мы видели раньше. И сейчас для вручения главных номинаций я приглашаю на эту сцену Александра Анатольевича и Стеллу Аминову. Встречайте. Добрый вечер, уважаемые жюри. Добрый вечер, девочки. Добрый вечер, родители и все, кто в студии. Мы учредили специальные призы вместе со Стеллой, потому что мы искренне считаем, что первых трех мест недостаточно, чтобы объять вашу красоту, обаяние и ваш талант. Специальный приз вручается Милане Мостовой, как самой стильной девочке проекта. Вручает Стелла Аминова, продюсер проекта «Мама шестерых детей». Вы, Виш, очень креативный человек. Я тебя поздравляю, моя дорогая. Ты же знаешь мою любовь к тебе. Я честно говорю, что ты самая стильная девочка нашего проекта. У тебя есть теперь специальная лента. Если кто-то будет забывать в школе, то ты можешь носить эту ленту каждый день в школу «Я тебе разрешаю». И от Five Kids специальный приз для Миланы Мостовой. Аплодируйте. Милана Мостовая – самая стильная девочка проекта. Она это заслужила. Безусловно. И мы провожаем Милану Мостовую, самую стильную девочку проекта «Топ мини моделс». Следующая номинация – это девочка, у которой на проекте была самая очаровательная улыбка. Это улыбка проекта «Топ мини моделс». Наверное, я думаю, что вы догадываетесь, кто эта девочка. Это Эвелина Чернакова. Абсолютно заслуженная. Просто наша девочка улыбка. Смотрите, какие ямочки, какая красавица. Давайте поаплодируем. А также я вручаю специальный приз от магазина Five Kids. Это, скорее всего, какой-то сертификат на покупку прекрасной одежды. Я очень жду тебя в своем магазине. Я думаю, мы еще с тобой встретимся, поговорим и не один раз. И будем чаще встречаться. Приходи. Итак, у нас есть еще одна номинация, которая, на мой взгляд, очень важная. И это номинация «Самая милая девочка проекта». Эта девочка была в числе лидеров очень долго. И нам приятно, что у нее есть такая специальная номинация. Хотя все девочки на проекте очень милые, но ее выделили все члены жюри и эксперты. Итак, «Самая милая девочка проекта» — это Маруся Морозова. Марусечка, иди сюда. Мы поздравляем Марусю. Потому что она действительно заслужила. Ты очень воспитанная, красивая, умная. Большой пример для подражания всем девочкам твоего возраста и старше. С подарками от Five Kids я также жду тебя в магазине, буду тебя лично встречать, одевать и всегда радоваться. «Самая милая девочка проекта». Ну и, безусловно, на таком проекте, как «Топ мини моделс» не может быть такой номинации, не может не быть такой номинации, как «Грация проекта». И «Грация проекта «Топ мини моделс» выигрывает Ульяна Медведюк. Я поздравляю тебя. Ты абсолютная «Грация». Ты заслуживаешь этот приз, как никто другой. За тебя голосовало не только жюри, но и очень много экспертов. Я тебя поздравляю. Это дорогого стоит. А также сертификат от Five Kids. Я жду тебя. Ну, мне хочется сказать, что вот этот приз Стелла Аминова учредила сама. Это специальный приз от Стеллы Аминовой. От ее сердца. Хотя я думаю, что почти все зрители, и, мне кажется, телезрители, члены жюри, эксперты присоединятся к этому порыву души и сердца. И я думаю, что сама должна назвать, кто это. Это Зоя Кукошкина. Итак, специальный приз от Стеллы Аминовой. Зоя покорила все сердца. Все сердца проекта. Начиная от членов жюри, родителей, девочек, друзей проекта и нас, продюсеров. Это безусловный лидер. Она покорила все сердца. И она, кстати, была у членов жюри на очень высоком месте. И, может быть, немножко, да, немножко опыта не хватило для наших экспертов. Для такого возраста уже приобретен огромный опыт. Зоечка, я дарю тебе золотой браслет с бриллиантами. И на нем бабочка. Знаешь, когда ты станешь известной моделью и захочешь улететь из дома, ты должна знать, что дома всегда тебя ждет мама. И всем моделям, которые путешествуют и которые занимаются моделингом по всему миру, приятно, когда дома их ждут родители. Когда ты будешь одевать, ты всегда вспоминай про меня. Хорошо? Спасибо. Мне кажется, еще нужно объявить такую номинацию. Тебе она вообще очень нравится. IQ проекта. Да. Я объявляю номинацию IQ проекта. Эта девочка супер креативная. Она выделяется среди проекта, среди других участниц. Это Адина Иртаева. Спасибо. Мнение жюри совпало в этот раз с мнением экспертов. И все говорили о том, что именно она должна взять эту номинацию. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы тебя поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы тебя поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я учредила свой приз девочке, который мне очень нравится и в которую я очень верю. И считаю, что этой девочке очень большое будущее. Она шла на втором месте у профессионального жюри. Но, к сожалению, на четвертом оказалась после голосования экспертов. Но я от себя дарю ей потрясающую красивую фотосессию в Париже. InStyle Kids. Это София Розуваева. АПЛОДИСМЕНТЫ А также приз от магазина Five Kids. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебя поздравляю. Ты была украшением проекта. Спасибо тебе, что ты была с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Коль скоро мы находимся в эфире World Fashion Channel, то, конечно, я должен вручить призы от сопродюсера супершоу Top Mini Models Леонида Юргеласа и вообще от всего нашего канала. И я сейчас вначале прочитаю, что здесь написано. И потом назову имена этих самых четырех девочек. Сертификат дает право на съемку в телепрограмме в качестве соведущей. Участие в промо-съемках телеканала. А теперь вот они, эти девочки. Сусана Молчанова. Вау! Поздравляем! Поздравляем! Вот это да! Давайте поаплодируем. Это замечательный приз. Каждая девочка мечтает быть соведущей на таком модном канале, который идет по всему миру. Следующий приз от канала World Fashion Channel достается Ирине Веселкиной. Подходи ко мне, пожалуйста. Вот такая чудесная хлопушка. Присоединяйся. И, конечно, это твоя звезда. Эмин Пак. Поднимайся к нам. Вау! Как круто! Присоединяйся к девочкам, присоединяйся. Я тебе с удовольствием вручаю вот эту хлопушку. Такой же сертификат. Такую же звезду. Аплодируйте. Да. Именно достойно. И еще одно имя я с удовольствием назову. София Туренко. Поднимайся к нам. Присоединяйся к девочкам. Ничего себе! Вот это да! Напоминаю, что это сертификат, который дает право на съемку в телепрограмме в качестве соведущей и участие в промо-съемках телеканала World Fashion Channel. София Туренко, получай! АПЛОДИСМЕНТЫ Но это еще не все. Звезда. Вот. Поаплодируйте этим четырем обладателям специального приза от канала World Fashion Channel и со-продюсера супершоу Top Mini Models Леонида Юргелса. Спасибо вам, девочки. А также, дорогие девочки, я хочу вам вручить приз каждой. Вот такой большой и красивый. От нашего партнера-партнера супершоу Top Mini Models на канале World Fashion Channel. От компании Estelle. Красота. У нее есть имя. Забирайте, это вам. Девчонки, увидимся уже в эфире. Канал World Fashion Channel. Вы соведущие. Ну что, Александр Анатольевич, пришло время, наверное, открыть главную интригу. Яна, я думаю, что все в нетерпении. Стелла, открывайте главные тайны нашего финала. Для вручения главных призов, конечно, мы будем приглашать наших членов жюри, топ-моделей, которые специально приехали сегодня для того, чтобы не только поставить вам оценки и оценить ваш сегодняшний конкурс, но и для того, чтобы вручить вам действительно дорогие, ценные призы и, самое главное, короны и ленты победительниц. Я приглашаю вручить приз за третье место топ-модель Дарью Малыгину. Встречайте. Всем привет. Даша, ты знаешь имена? Да, что не будет конверта? Нет, конверта не будет, потому что мы тебе уже их сказали. Я просто хочу сказать, что, Даша, ты можешь рассказать, что ты болела за этих девочек? Да, одна из этих девочек это Анна Павага. Она получает третье место. И вторая девочка это Стефания Соловьева. У нас два третьих места, потому что у них абсолютно одинаковые баллы. Третье место. По мнению профессионального жюри плюс мнение экспертов. Давайте поаплодируем. Аня Павага шла на первом месте. Я вам напоминаю у профессионального жюри. Но стала третьей. Но это конкурс. И у нее все впереди, ведь ей всего лишь 7 лет. Девочки, для меня вы лучшие. Анна Павага и Стефания Соловьева. Посмотрите, как фантастически смотрятся короны на девочках. Да, это очень. Настоящие принцессы. Это очень красиво. Вас искренне поздравляем. Поздравляем. Поздравляем вас. Поаплодируем. Абсолютные лидеры были проекта. Аня Павага и Стефания Соловьева. И вы получаете по 50 тысяч рублей за третье место. Для вручения приза за второе место я приглашаю на эту сцену топ-модель Елену Перминову. Встречайте. Всем добрый вечер. Я сейчас объявлю имя победительницы, которая заняла второе место. Это Ирина Веселкина. Ира Веселкина, которая была на третьем месте у жюри и на втором месте... Красавица, я тебе говорила, помнишь? Да. И на втором месте у экспертов. Ира, мы тебя очень поздравляем. Это абсолютно заслуженное второе место. Потрясающей красоты корона, которая будет теперь на всю жизнь в твоей истории. Ты можешь ее всегда. Ну и, конечно же, денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Тебе на каникулы. Тебе безумно идет корона. Она просто... Я не знаю, можно ли такую красоту украсить, но если это возможно, то эта корона просто сделана для тебя. Ты настоящая королева. Для вручения главного приза и победительницы проекта ТОП Мини Моделс я приглашаю на эту сцену Мисс Россия 2007 года и Мисс Мира 2008 года Ксению Сухинову. Встречайте. Еще раз добрый вечер, дорогие телезрители, дорогие участницы. Этого прекрасного шоу. Ну что, настал волнительный и долгожданный момент. Я считаю, что победа на этом конкурсе – это отличная стартовая площадка для того, чтобы стать настоящей топ-моделью. И я хочу пожелать победительнице этого конкурса использовать все шансы для того, чтобы стать настоящей топ-моделью. Итак, победительницей конкурса ТОП Мини Моделс становится Сусанна Молчанова. Одна из моих фавориток. Я тебя поздравляю, красавица. Между прочим, Сусанна была третья у профессионального жюри и абсолютный фаворит у экспертов. И она стала первая. Я тебя поздравляю. Поздравляем Сусанну с первым местом. Денежный приз от Стеллы Аминовой Яны Рудковской. У Сусанны есть еще братья и сестры. Ты, в принципе, можешь поделиться. Ну, если захочешь. Сусанна из многодетной семьи. И за первое место – это съемка «Cover Story» в журнале «La Fisielle Kids». Поздравляем. Ну, я думаю, что этот приз должна объявить сама Стелла. А также контракт на рекламную кампанию «Мам оф секс», которая будет сниматься в Париже этим летом. Тоже подарок. Дорогие друзья, участницы, многоуважаемые жюри. Когда мы с Яной задумывали этот проект, мы хотели доказать, что маленькие девочки-модели – это не только красивые лица. Это ум, талант, креативность. И в финале этого конкурса награда досталась победителям. Награда досталась лучшим. И я, как продюсер этого шоу, хочу добавить. От «5 Kids» и бренда «Мам оф секс» вся одежда, в которой девочки сейчас стоят на сцене, дарится девочкам. Плюс к этому сейчас Кристина и Лиза вручат пакеты с сертификатами от «5 Kids» каждой участнице конкурса. Спасибо, что вы были с нами. Вот и закончился наш проект «Топ мини-моделс». Он был очень непредсказуем. Но мы очень рады и счастливы, что нам удалось доказать, что девочки должны быть не только красивыми, они должны обладать очень многими качествами, чтобы быть настоящей маленькой топ-моделью. Всем удачи и поздравления. Спасибо. Ну вот и все. Конкурс завершен. Ровно через неделю вы увидите выпуск «Жизнь после проекта». В нем будут фрагменты, которые не были в шоу. И еще вы увидите фотосессию наших победительниц. С вами была Кристина Пименова и Лиза Анохина. А сейчас сюрприз! Она пьет, иногда курит, на свой ринг выходит сама. На плечах несет то, что любит, в голове своя же война. Я никого не хочу видеть, не нуждаюсь ни в ком, как в тебе. Не хочу ничем заниматься, остальное все по бороде. Не отворачивайся от меня, от меня. Не прячь свою голову под огнем нового дня. Все расходятся после концерта. Ты в химерке одна меня ждешь. Я не знаю сильней аргумента, ты ко мне сегодня пойдешь. Здорово, великолепно! Здорово, великолепно! Безудержное веселье! Даже если дела в шоколаде, я как будто в стоячей воде. Пальцем пнув, на карту не глядя, я специально приеду к тебе. В колеснице обычных вещей, или жизнь накидает клещей, или все хорошо, благодать. Я хочу тебе прямо сказать, не отворачивайся от меня, от меня. Не прячь свою голову под огнем нового дня. Все расходятся после концерта. Ты в химерке одна меня ждешь. Я не знаю сильней аргумента. Ты ко мне сегодня пойдешь. Здорово, великолепно! Здорово, великолепно! Не отворачивайся от меня, от меня. Не прячь свою голову под огнем нового дня. Все расходятся после концерта. Ты в химерке одна меня ждешь. Я не знаю сильней аргумента. Ты ко мне. Что тут там стоишь? Иди сюда! Здорово, великолепно! Здорово, великолепно! Здорово, великолепно! Здорово, великолепно! Люд 빛, вверхолепно! Здорово, великолепно! Екатерин ПобDel Святой Б 갈